Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, очи насерги, были Бога у нас! Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Аминь! Житие преподобного Давида, 6 сентября. Святой и преподобный Давид был прежде разбойником, и, живя в пустыне Ермопольской, причинял много зла, многих убивал. И был так злобен и жесток, как никто другой. Под своим начальством он имел человека более 30 человек, разбойничавших вместе с ним. А однажды, сидя с ними на горе, раздумался он о своей жизни. И вспомнив, сколько зол и бедствий причинил он людям, весьма убоялся Бога. Оставив всех бывших с ним разбойников, он пошел в монастырь. Когда Давид постучался в ворота, вышел привратник и сказал ему, чего ты хочешь? Давид ответил, хочу быть чернорисцем. Привратник пошел и поведал о нем игумену. Игумен вышел к нему, но, видя, что он человек старый, сказал, не можешь ты быть здесь, потому что братья много трудятся и живут в великом воздержании. Ты же иного нрава из-за поведей монастырских не можешь исполнить. Давид продолжал умолять принять его в монастырь. Все, что прикажете мне, сделаю, говорил он, только примите меня. Игумен отказывался, говоря, не можешь ты жить с нами. Тогда Давид сказал игумену, «Знаю очень, что я, Давид, начальник разбойников, пришел же к вам для того, чтобы оплакивать грехи мои. Если же ты не захочешь принять меня, то клятвенно обещаю вам, что пойду обратно, приведу с собой своих разбойников и всех вас перебью и разорю в монастырь ваш». Услышав это, игумен принял Давида в монастырь и постриг его выносисткий чин. И начал Давид подвязаться в воздержание и обучать себя смирению. В скором времени он превзошел добродетелями прочих чернорисцев в монастыре и служил всем на пользу своим житием и словом. Однажды, когда Давид сидел в келье, ему явился архангел Гавриил, говоря, «Давид, Господь простил грехи твои, и будешь ты отныне творить чудеса». Давид отвечал ангелу «Не могу поверить, что так скоро простил мне Господь грехи мои, ибо они весьма тяжкие и многочисленнее песка морского». Архангел сказал ему «Я Гавриил Архангел, который не пощадил и Захарию, когда тот не поверил словам моим, но связал язык его в наказание, чтобы он уверовал сказанному мною, «Тебя ли пощажу, и так отныне будешь нем». Давид поклонился и сказал ангелу «Когда я был разбойником, творил беззаконные дела и много проливал крови, тогда ты мне не связывал языка, не возносившего славы Богу. А теперь, когда я восхотел служить Господу и приносить Ему хвалу, ты связываешь язык мой, чтобы не произносить мне слов». Тогда ангел сказал «Говори, но только тогда, когда славишь Бога и молишься Ему во время правила, а все остальное время да будешь безмолвен». Так наказав его, ангел отошел от него. Давид воздал благодарение Богу о прощении согрешений своих. После этого он благодатью Божией сотворил много чудес, слепым возвращал зрение, восставлял хромых, исцелял бесноватых. Воспевал он песнопение Богу в церкви на молитве, но никаких других слов произнести не мог. Прожив таким образом много лет всем в назидание, он приставился ко Господу, и ныне, предстоя Ему, немолчно молится о нас. Жил и скончался в VI веке. Молитвами Его дополучим и мы милость Господа. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова